Прекрасная традиция, которая хоть и не во всех лигах и не во всех городах соблюдается, но в Астрахани она присутствует. Атмосфера, конечно же, дружелюбная, но это только до старта свистка. Все, прозвучал стартовый свисток. Поехали. Белес против Волгаря. Волгарь против Белеса. 28-й турок. Мелбек первой лиги. Ну, все-таки основная часть публики в Астрахани ходит именно на ту трибуну, с которой ведется съемка. Хороший момент. И один-дой. Ого, 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 залетает в сетку. Вот так вот. Данила Козлов. А мы что-то похожее уже видели, да, в исполнении Волгаря? Стандарты, стандарты, стандарты. Мне кажется, именно вот этот розыгрыш Сергей Ильев был готов продать за 1000 евро. Возможность удара себя лежит. Смирнов здесь перехватывает. Передача в центре, но будет и удар. Будет и удар, есть удар. Но Олег Смирнов на чеку. Срывает он аплодисменты публике, что Пясиков пробивал. Да, Евгения нам показывают. 17-й Семену Абдуллахи, 8-й Владимир Кабахидзе. Под 11-м номером в игру вступает Константин Тертанов. Он заменил Евгения Пясикова. О-хо-хо-хо-хо. Да, пока... Я думаю, понятно, кто бил. Да, да, здесь, что называть, представление не требуется. Но какой-то явной атаки в любом случае не было. Теперь Гаджима. Явная атака есть от Волгаря. Сейчас Делизитинов мог делать счет 2-0. Так что это даже не угловой. Это Делизитинов пробил мимо. Да, получается, кто это, по-моему, Песчастнюк спас команду. Но у Виллиса быстрый ответ тоже не получился. И вместо такой резкой атаки вышла позиционная. Да, с ударом. Кстати, с ударом казалось бы не сильным, но крайне неудобным для Олега Смирнова. По центру здесь напрашивается, конечно, передача на Делизитинова. Получает ее Артур. Смещается в центр. Что будет делать? 44-й номер. Вот слева бить ему неудобно. А с хорошей передачи получается 2-0. Это гол, это 2-0. И это Камиль Муллер. Это Камиль Муллер. А знаешь, что я тебе хотел сказать перед матчем Дима, но не сказал. А я хотел сказать, что, скорее всего, если Муллер сегодня выйдет, то он забьет. Дождался, дождался Камиль своего шанса. В общем-то, это форвард, которому много моментов для гола не нужно. Вот если бы было в 3-0, наверное, было бы все ясно. А в 3-2-0 неясно ровным счетом ничего. Прям Фабюк Капелло в тебя селился. Да-да-да, пробивает. Ну вот-вот, о чем я говорил. О чем я говорил. 2-1. 2-1. Потрясающий удар. Иракли Логуа в левую девятку. И Велес снова в игре. Ну вот боялся ты на себя накликать гнев полейщиков Велеса. Но я думаю, сейчас тряпки от поклонников Волгаря в тебя полетят. Иракли Логуа для него это седьмой пол, если я не ошибаюсь. Да, так и есть. Поехали, играем. Командует арбитр. Ну что, Телезидинов выбрасывает мяч из-за боковой. Борется Муллин. Отправляет матч в центр. И звучит финальный звездок. Волгарь побеждает Велес со счетом 2-1. И продолжает борьбу за место в зыках. Да, и продолжает свою прекрасную беспрогрешную серию астраханская команда. КОНЕЦ КОНЕЦ